Угу, щас. Поэтому я напоминаю, что это видео является исключительно моим субъективным мнением, и если вы с ним не согласны, то это ваше право. А в этой части видео я обычно прошу вас подписаться на канал и поставить лайк, но делать это не обязательно. Шучу. А тем временем вы на канале ThinkAbouted, погнали! Теперь маленькая предыстория. Началось всё в 2004 году, когда появилась легендарная группа «Центр». Птаха переметнулся из коллектива «Отверженные», Слим из «Дымовой завесы», и вместе с Гуфом они начали делать настоящий рэп. В то время это был рэп в исконном его понимании. Они не боялись читать о беспределе полиции, о нищете, наркотиках и всех пороках общества. Это была действительно музыка протеста. По-настоящему культовыми стали альбомы «Качели» и «Эфир в норме», которые сейчас лежат на полочке легендарных пластинок рэпа нулевых. Позже Гуф покинул группу, и «Центр» ненадолго распался. Через какое-то время Птаха и Слим совершили перезапуск проекта и представляли группу вдвоём. Тогда ещё был записан альбом «Легенды про Центр» совместно с группой «Легенды про». Помните таких, да? А вот с 2014 по 2016 годы Гуф возвращается в коллектив. Альбом «Система» стал последним за всю историю существования «Центра». Причиной распада стали всё те же конфликты между участниками. Кроме того, за долгое и сильное плавание каждого МС они уже обособились друг от друга, поэтому имели место и творческие недопонимания. И так уж повелось, что в любой группе есть лидер и остальные участники, с которыми его постоянно сравнивают. Вот и сегодня я решил определить для себя, кто же мне из всех участников импонирует больше всего. Поехали! Начнём с того, что изначально Птаха всегда был серой мышью в группе. У него была студия, а все трое хотели читать рэп. Вот так группа «Центр» и образовалась. На сегодняшний день я реально не могу вспомнить какие-либо хорошие треки у Птахи, или хотя бы запоминающиеся куплеты. В голову, конечно, сразу приходит текст из хита «Город дорог», но это уже скорее дело ностальгии. А так занудный бубнёж уже всем порядком надоел. И так Давид бы и ушёл на покой, если бы не начал хайповать на всём, кроме сольного творчества. Давным-давно он надавал рэперу Оби-Ван Кеноби, за что тот отомстил ему спустя несколько лет. А затем они пошли на шоу Камерану, чтобы выяснить, кто всё-таки прав. На волне растущего чувства собственной важности он возомнил себя идейным представителем истоков русского рэпа и начал поносить всех инакомыслящих. Сначала под раздачу попал великий и ужасный Оксимирон. Давид назвал его приезжим голодранцем, в котором вообще нет рэпа, и что вообще ему теперь стыдно за русский рэп. Ответочка от Окси последовала в треке «Дежавю» с Ригасом, где Мироша очень грамотно осадил пташку. Дальше вылилось много говна, но об этом говорить уже нет смысла. Затем в семнадцатом году пернатый снова ворвался в нашу любимую петушатню и начал унижать блогеров. Негодование было обосновано тем, что эти самые выродки с Ютуба лезут в рэп-культуру, которую Давидка строила с четверть века. И вновь ему стало стыдно за эту рэп-культуру, которая просто наблюдает и молчит, пока Юрка Хованский поет про батю в здании. Да уж, как мы поняли, чувство иронии, и что самое главное, адекватной самой иронии у Чубака в принципе нет. И возникает вопрос, а что тогда значимого принес в рэп-культуру птаха? Свой бубнеж в микрофон? Отвратительное поведение на Версус Баттле, которое не подобает ни одному нормальному эмси? Немерный месяц, я понимаю... Дайте ему бухнуть, чтобы он заткнулся. Извините, да ладно, простите, пожалуйста. Да, без слов даст. И тут уже напрашивается вывод, что если птахе и должно быть стыдно за русский рэп, то только из-за собственного присутствия. Ведь это он записывал бездарные песни про отца, пытаясь сыграть на чувствах аудитории. Он выпускал диссы на митингующих. Он выступал в думе, считая, что что-то может изменить. В это время приказывая всем митингующим сидеть по домам. Выходит, что все его воебоны на Окси, Хованского, Джарахова и других кроются в обычной зависти. Если раньше ты просто мог читать о том, что было популярно, а именно наркота, подъезды, разборки на районе и другое, то сейчас завлечь слушателя таким очень трудно. Поэтому пришлось держаться на волне с помощью всяких сомнительных конфликтов. Ну не нравятся тебе блогеры в рэпе, так покажи им, кто тут батя. Не, я лучше пост на стене напишу и обосрусь на Версусе. Давайте дальше. До какой-то поры Гуф являлся неприкасаемым артистом в группе «Центр». Глядя в его глаза, не возникало никаких негативных чувств. Его буквально сравнивали с Иисусом. А все это было обусловлено честностью перед своей аудиторией. Гуф мог, не стесняясь, рассказывать почти обо всех своих личных переживаниях, какими бы зашкварными они не были. К примеру, его рассказы про лечение от наркозависимости. В этом плане его действительно можно назвать талантливым. Ведь не каждый мог заполучить настолько сильное доверие у своей аудитории. А то, что произошло дальше, я уже раза два рассказывал в своих видео. Поэтому расскажу вкратце. Да, за огромный промежуток времени харизма Гуфа завоевала сердца миллионов. Но потом случилось столько непонятных херни, что теперь огромная часть аудитории попросту отвернулась от него. Сначала он мирится с Бастой, а потом на трансляции шлет всех нахуй. Потом записывает про кремлевский клип, а позже извиняется. И следом снова заявляет, что за пять лямов без проблем бы выступил на госфестивале. Но несмотря на все это, преданные фанаты до сих пор уважают его. А дело в том, что природа наградила Леху харизмой. Необычный тембр голоса, забавная мимика и самое главное, искренние и щенячьи глаза. Все это делает любое действие Гуфа реально интересным. И помогает ему уже лет 15 стабильно держаться в инфополе русского рэпа. Порождая постоянные мемы, скандалы, батлы и увлекательные трансляции. И Гуф активно этим пользуется, эксплуатируя доверие своей аудитории. В творчестве Гуфа все идет не совсем плохо. Да, сейчас такой рэп не особо актуален, времена уже не те. Но для старых фанатов, в том числе и меня, такие работы остаются слушабельными. Гуф умеет интересно преподносить свой материал. И до сих пор завлекает слушателей своими душевными историями. Что касается моего отношения к Лехе как к личности, то теперь я просто рофлю и с интересом наблюдаю за ним. Но какой-либо авторитет он для меня исчерпал. Давайте дальше. И тут вы подумали, что я сразу перейду к Слиму. А вот нет. На сегодняшний день немногие помнят, что изначально в группе Центр присутствовал еще один товарищ. Принцип. Тогда Центр состоял из двух человек. Гуфа и, собственно, Принципа. Он недолго пробыл в группе, а позже и вовсе отправился в места не столь отдаленные. А теперь мы переходим уже к Слиму. И в общем-то Слим всегда был очень лоялен, а если и ввязывался в какие-то конфликты, то чаще всего, если его спровоцировали. В баттле Гуфа и Птахи он вполне остался нейтральным и, в принципе, никогда не ввязывался во всякую хайповую мишуру. Можно, конечно, вспомнить Дисна Гуфа «Спайс Бэйби», но там сам Гуф изначально поступил некрасиво, лицемеря в треке «100 строк». В это время Слим долгое время и по сей день занимается в первую очередь музыкой, и за это его уважают многие. Вместе с этим, еще со времен дымовой завесы, он пробует себя и в качестве битмейкера. И уже сегодня треки Слимуса до сих пор зависают у меня в плейлисте. Он не боится гнуть свою линию, по-прежнему юзает рэп как инструмент протеста и держит планку в звуке. И лично, на мой взгляд, Вадим является самым приятным парнем как в центре, так и одним из самых приятных в старой школе в целом. Что ж, ролик получился очень субъективным, поэтому я напоминаю, что это только мое мнение. Что Гуфи, что Слим всегда заявляли, что в основном разногласия происходили из-за невозможности работать с Птахой. И тут я хочу напомнить, что из группы Отверженный он ушел из-за творческих разногласий. Совпадение? Не думаю. И тут вывод напрашивается сам собой. Одного погубила зависть, другого деньги, а третий до сих пор болеет музлом. А теперь вы можете подписаться на канал, накидать лайков или дизлайков для продвижения ролика и тыкнуть в колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok